Привет! Сегодня я хочу вам посоветовать, как найти свою настоящую любовь. Это не тайна и нет никаких секретов. Это очень простой совет. Я надеюсь, что вам он поможет. Так что давайте начнём. Самая большая ошибка человечества, это совершает каждый из вас, я уверена в этом. Я знаю это по моим подружкам. Я вам расскажу короткую историю. Я никогда не страстилась быть в отношениях. В последнее время вообще я была очень занята собой. Если я хотела развиться в том или ином деле, я не хотела, чтобы кто-нибудь мне мешал. И всегда мои подружки говорили мне, Эден, ты боишься быть в отношениях. Я всегда говорила, что это не так. И проблема не во мне, что я не хочу быть в отношениях, а в них. Потому что они ищут отношения всегда. И что получается, когда девочка или даже мальчик. Я думаю, что у мальчиков это меньше случается, но я думаю, что и мальчики тоже хотят быть в отношениях. Но я знаю это по моим подружкам. Потому что девочки очень хотят влюбиться. Они влюблены в влюблённость. Они хотят влюбиться. Очень много людей спрашивают, зачем люди женятся, если в конце концов они все такие унылые и им плохо там. Я вам отвечу на этот вопрос. Люди женятся, потому что они с самого детства думают, что жизнь заключена в том, что надо жениться или выйти замуж, родить детей и создать семью. Но я вам хочу открыть секрет. Жизнь не в этом заключается. Я думаю, что важно найти человека, с которым ты хочешь жить всю жизнь. А не найти человека, который смог бы на вас жениться. Так что я сказала своим подругам, что проблема у них, что они всегда всю жизнь хотят быть в отношениях. И они просто видят этого человека. Немного он такой на мой вкус. Ладно, я буду с ним в отношениях. А потом их отношения не идут. И тогда она начинает ставить виски и говорит. Ладно, это плюсы, это минусы. Ладно, я с ним останусь. И что случается в этот момент, когда она остаётся с кем-то, с кем она вообще не хочет. Как будто бы её подсознание знает, что это не её человек. Что случается? То, что случается, это то, что её любовь может быть везде. И она проходит от неё. Самое важное, это что нет одного человека, который... Вот, это ваша любовь, и это единственная ваша половинка где-то в мире. И вы должны ехать до Японии, чтобы его найти. Это совсем не так. Вы можете влюбиться не в одного человека. Поэтому я всегда говорю своим подругам, когда у них разбивается сердце, что это не конец света. Любовь есть в этом мире. И если с ней не получилось, она найдёт себе настоящую любовь. Но то, что она должна знать, это то, что она не должна искать эту любовь, а ждать, пока придёт кто-то, в кого она влюбится. По правде. Вот это ошибка человечества. Итак, когда вы не ищете по всем кустам эти отношения, и вы заняты собой, вы заняты своим развитием, вы заняты своим хобби, вы знаете, кто вы, вы уже решили, кто вы, у вас нет вопросов, вы знаете точно, кто вы, вы занимаетесь тем, что вы любите, то люди вокруг, они будут влюбляться в вас вот так. А вы просто можете один момент узнать, что вы тоже влюблены в одного из них. Всю жизнь думала, есть ли любовь в этом мире. Могу ли я влюбиться в какого-то человека, что я захочу отдать ему свой мир. Или может быть, правда, я даже думала, что может быть, первая любовь моя будет, это когда я рожу своего ребёнка, первого, потому что я знала и знаю до сих пор, что ребёнок, которого я рожу, он будет для меня мир и больше. Я буду его любить больше всего. Я не хотела думать даже о том, как я сделаю этого ребёнка, потому что я выросла без папы, моя мама меня вырастила без папы. И да, я вам скажу, что это непросто, это нелегко, жить без папы, когда ты маленькая. Когда ты подрастаешь, это уже легко, тебе он не нужен, но то, что у тебя было в прошлом, ты задумываешься об этом всегда. Если вы знаете Фройда, Фройд очень хорошо об этом объясняет. Но это не важно. Я знала, что если моя мама, она самый счастливый человек на свете, потому что у неё есть я, ей больше этого ничего не нужно. Я знала, что я тоже могу это сделать сама. Мне не надо искать какого-то там человека, с которым я должна жить свою жизнь, и неважно, какой человек это будет. Я знала, что если я не найду человека, в которого я буду влюблена до конца своей жизни, то я не хочу с ним жениться. Я могу сделать своего ребёнка отдельно. Мы живём в модерном мире, и тут уже свадьба не имеет никакого значения. Я вдруг поняла, что жизнь с любовью, она намного красочнее, чем жизнь без любви. Но я всегда боялась, что тот человек, который зайдётся ко мне в отношения, он будет мне мешать. Всегда говорила, я не хочу, чтобы мне мешали в том, что я делаю. Я не хочу, чтобы мне тратили время. Но теперь, когда я нашла свою настоящую любовь, я вам могу сказать, что он не только мне не мешает, он ещё и мне помогает. Ему важны мои хобби, ему важно, чем я занимаюсь. Если я не хочу вставать в университет, в 7 часов утра он мне говорит, любовь в моей жизни, я тебя сейчас пну из этой кровати. Потому что ему важно, чтобы я пошла в университет, чтобы я закончила университет, чтобы я была успешной. Ему важно, чтобы мой YouTube был успешным. Всегда мне помогают в этом. И это называется настоящая любовь. Тот человек, который вам мешает, это не любовь. Вы думаете, что вы в него влюблены. Но на самом деле, вы не можете быть влюблены в того человека, который не делает из вас принцессу, королеву. Я просто не могу понять это. У меня есть подружка, которая влюблена уже 3 года почти в одного и того же человека. Они вместе, потом он её кидает, потом он ещё раз с ним, потом он её опять кидает, ещё раз с ним. Так, он разбивает ей сердце раз за разом, раз за разом. И она говорит мне, это не знаю, что делать, я влюблена. Как ты можешь быть влюблена в человека, который и который не имеет никакого уважения к твоему сердцу. Я знаю, что если бы мой молодой человек не любил меня, как он меня любит, я бы его тоже не любила. Потому что у меня есть уважение к себе, и я бы не могла влюбиться в человека, который делает мне больно. Я влюбилась в него, потому что он делает мне хорошо, потому что он делает из меня принцессой. Поэтому, мои дорогие, если вы хотите почувствовать когда-нибудь в жизни, что такое настоящая любовь, то не идите, с кем попало, и не давайте своё сердце, кому попало. Давайте своё сердце только тому человеку, который возьмёт это сердце, облепит его золотом и поставит это ватный хрусталь. Любите себя. После этого вы сможете открыть своё сердце, и только небо будет ваш лимит. Так что, я надеюсь, что я вам помогла. Если у вас есть вопросы, то пишите мне внизу. Если вам понравилось, то поставьте мне палец вверх, потому что это очень важно для меня. И вот и всё. И вот и всё. Увидимся скоро.